Перед службами курорта стоит задача обеспечить безопасность проведения мероприятий, а участникам и зрителям необходимо создать максимально комфортные условия для работы и отдыха. Сегодня мы можем уже сказать, что мы по доступности, по всем маршрутам, по которым будут гулять наши гости и участники соревнований ампутантов, только сегодня мы завершили всю работу. Надо дать должное, что доступная среда у нас к проведению этих мероприятий готова. Международный конкурс популярной музыки «Новая волна» в Сочи будет проводиться впервые. По мнению главы курорта, от уровня организации этого фестиваля зависит не только имидж города, но и чьей страны. Эти 10 дней будут приезжать очень интересные, творческие люди. Люди, которые не раз бывали в других странах на таких же подобных фестивалях, и они будут давать оценку нашему городу. И я повторяю, что вся наша городская среда должна быть действительно готова к тому, чтобы... Достойно готова. Чтобы нам никто не сказал, что вот, могли бы лучше. Все должно быть на высочайшем уровне. В связи с большим количеством гостей вне проведения «Новой волны» изменится схема движения автотранспорта в районе Северного мола. Со 2 по 11 октября повернуть с Конституции на Парковую будет нельзя. Запрещен будет и левый поворот на Парковую с улицы Рос. Также будет полностью запрещена парковка на всех прилегающих улицах. Подготовлена расстановка нарядов ДПС на подъезде к Северному молу. Это улицы Конституции, Воровского, Парково, Несербское. Всего 8 нарядов. В Комиссии по безопасности дорожного движения принято решение не ограничивать дорожное движение по основным улицам. Вместе с тем, мы будем готовы при возникновении заторовых ситуаций по решению Комиссии приостановить докус транспорта на определенных участках. Чтобы не было заторов на дорогах, администрация города призывает всех зрителей добираться до концертного зала на Северном молу исключительно на общественном транспорте. Парковок даже платных в районе морпорта не будет. Изменения в организации дорожного движения произойдут и на период проведения гран-при Формулы-1. Будет запрещен выезд с улицы Журналистов на улицу Триумфальную, будет запрещен выезд со Староохотничьей на улицу Триумфальную, будет запрещен выезд с улицы Перелетной на улицу Триумфальную. Соответственно, будет ограничено движение на самом улице Триумфальной от Триумфального проезда до отеля Тюлепин. Для удобства гостей Формулы-1 от станции Сучи до Олимпийского парка проезд в «Ласточках» будет бесплатным. В цели безопасности с 27 сентября на курорте вводится особый режим. На улицах будет увеличено число патрулей. Участковым дано распоряжение обойти дома на своей территории, собрать данные о людях, которые снимают жилье. В завершении заседания антитеррористической комиссии глава города призвал всех жителей курортов выйти в ближайшие выходные на общегородской субботник и навести порядок на улицах и во дворах. Елена Всецна, телекомпания ВКП